Доброе здоровье, уважаемые посетители моего канала. Вы знаете, я вот тут пишу, рассказываю, выворачиваюсь наизнанку, а как говорится, авосы ныне там. Например, казактин Баласи, один час изменено. Геннадий Петрович, сейчас я голодаю уже 5 дней, мне очень тошнит. Это я читаю, как написано. Рвота с кровью, это нормально. Потом очень хочется пить газировку. Во время голодания можно пить газированную воду. Но позвольте, позвольте. Это говорит о том, что человек вообще в голодании не разбирается. Я же сделал плейлист, плейлист школы лечебного голодания, в котором 28 видосиков. В библиотеке есть учебник по лечебному голоданию, чтобы человек понял, научился. Я что-то разжевываю, чтобы человек только получал пользу, а не какие-то отрицательные результаты, чтобы он понимал, что с ним происходит. Как входить, как проводить голодание, что с ним происходит, как выходить из голодания. С чего начинать и так далее, и так далее, и так далее. А вы что, не смотрели, не читали, не думали? А сейчас спрашивайте. Вы знаете, в связи с такими вещами, разные курсы по голоданию, 300 тысяч футов по голоданию, по снижению веса, 300 тысяч стоит. Знаете, так обрякает и все. Значит, если вы хотите, вот я бесплатно выложил все для того, чтобы человек самостоятельно начал, будем говорить, с нуля и дошел до вершины. Самостоятельно, ничего там это самое. Если вы не хотите, не понимаете, не это, я могу вас, так сказать, проконсультировать, ну так сказать, знаете так это, на отвале за 50 тысяч российских рублей, чтобы вы понимали, если вы ни хрена не хотите самостоятельно работать, а думаете, что я за вас буду работать, значит, что вы должны отдать какую-то цену. Я оцениваю себя вот так вот, чтобы вы понимали. Ну что это такое? Все разжевано, все рассказано, все это, 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 и вопросы. Это нормально? Можно пить или не можно пить? Кратко отвечу, вот кратко отвечу. Голодаю уже 5 дней, меня очень тошнит. Тошнит, это говорит о том, что начинают очищаться легкие, и желудок хочет очиститься, поэтому тошнит, то есть срабатывает верхний путь очищения. Я не знаю, для чего вы начали делать, как вы проводите, вот это, знаете, все-все, я там гадаю или там не гадаю, делали ли вы очистительные клизмы, как вы в себе помогали или не помогали в проведении голодания, или начали голодать, да, и ждем, как организм сработает. Ну, он вот так вот и сработал. И это говорит о том, что в первую очередь, если где-то начинается обострение, на голоде, буквально таки, с двух, с трех суток, это говорит о том, что вот именно здесь голод и начинает работать. Выковыривая из вас вот эту вот самую, так сказать, первую болячку, которую надо выковырнуть для того, чтобы нормализовать работу организма. Значит, работа с кровью, это нормально. С кровью может быть из-за того, что сама рвота уже, будем говорить, может повреждать слизистую, допустим, вашего пищевода, там, желудка. Чем вы рвете еще? Какие рвотные массы? Желчные они или нет? Если желчные, у вас, значит, очищаются еще желчные пузыри и печенка. Да, это нормально. Это вот так вот голод действует в таких запущенных случаях, когда со здоровьем вот так вот творится. Даже человек может себя чувствовать нормально, все хорошо, все вроде это. Как только начинает голодать, голод сразу же, как лучший диагност, и сразу же лекарь, голодание – это диагностика и лечение одновременно. Он начинает все это дело делать. Потом очень хочется пить газировку, я так понимаю, просто чистую газированную воду. Да, можно пить. Можно пить газированную воду. Я лично пил там и синтуки, допустим, там боржом и пил там. Это можно делать. Так что в следующий раз вот подобные, подобные эти, я буду сразу говорить 50 тысяч российских рублей сюда подайте. И я что-то вам скажу. А так все, что надо, вот все, что надо, я написал и рассказал и показал в плейлисте «Школа лечебного голодания». И вы можете все это сделать бесплатно, начав с самого простейшего и дойти до самых высот. «Школа лечебного голодания»